Всем привет! Вы на моем канале ЛиАрт, мой канал о рисовании, ведь рисовать может абсолютно каждый. Сегодня я решила вам показать, как нарисовать попугая легко и просто. Как всегда, я упростила, чтобы это было более-менее понятно. Ну что, приступим! Итак, берем окружность, обводим ее, рисуем квадрат с округлыми углами, начинаем это все соединять, прорисовываем туловище, делим от квадрата до круга, полукруг делаем, это будет наш клюв. Нижняя часть клюва у нас готова, осталось немножко удлинить и нарисовать верхнюю часть клюва. Дальше делаем небольшую петельку и начинаем обводить всю нашу конструкцию, начиная с круга и заканчивая туловище. Остальные все детали мы стираем, рисуем на носу такую капельку. Далее параллельно будет от носика у нас глаз, глаз у попугая абсолютно круглый, и внутри черная. Начинаем обводить от верхней напририсованной капельки вокруг глаза и к шее тянем. Далее делю нашего попугая на сектора, для того, чтобы нам было удобно его окрашивать. Голубой и синий оттенок можно заменить красным оттенком, тем самым получится попугай намного ярче, чем выше у меня. Ну что, вот я добралась до окраса, беру голубой цвет, начиная закрашивать, так как у меня уже было разделено все по секторам, поэтому я закрашиваю именно как у меня было разделено. Начала я с голубого цвета, сейчас я взяла желтый, немножко добавила белил, чтобы немножко понежнее было, и начала раскрашивать. Верхушка головы у птицы будет зеленого, добавляю немножко темно-синий, там где будет падать тень, начинаю формировать шею вместе с клювом. Клюв я пока накидываю темно-синим оттенком вместе с шеей, так как шея запланирована будет в тени и темного цвета, я решила закрасить фон черного цвета, но вы можете сделать фон абсолютно любого цвета. Конечно, с красным оперением попугай на черном фоне будет смотреть более выигрышно и более контрастно. Красим клюв так, чтобы ближе к фону был блик на клюве более светлее, кончик клюва темнее, чем у основания. Между верхним и нижним клювом мы добавляем по контуру белую обводку. Сам белый участок, который у нас остался у птички, не прорисованный, рисуем линии черным цветом в виде штриховки наверх. Далее я взяла зеленый оттенок, смешала его с желтым цветом, немножко отсветлив тем самым сам оттенок, стала наносить на оперение, чтобы сделать цветотеневой рисунок, тем самым дать объем нашей картине. С другими цветами мы проделаем то же самое. В голубой добавляем светлый оттенок, также делаем оперение, в желтый добавляем светлый оттенок, делаем оперение, полностью проделываем нашу птичку до конца. Я сегодня максимально попыталась разобрать попугая. Я знаю, что у вас все получилось за настолько короткое время. Если нет, не забывайте практиковаться, и у вас обязательно все получится. Я надеюсь, данное видео было вам полезным. Если так, не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал. Все, до новых видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok